В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! 23 января профессиональный праздник отмечают сотрудники органов дознания МЧС России. Выяснить точную причину пожара задача не из легких. Огонь способен уничтожить все следы и улики. Чтобы восстановить детали происшествия, дознаватели должны владеть специальными знаниями во многих областях. Начиная с основ теории горения и правила использования электротехники до поведения металлов и строительных конструкций в условиях пожара. С сотрудниками Старооскольского отдела дознания пообщалась наш корреспондент Анастасия Проурзина. Дознаватель Илья Болоцких по образованию юрист. До прихода в отдел надзорной деятельности 4 года отработал пожарным. Стал дознавателем, потому что мне хотелось заниматься расследованием причин пожара. Так работа интересная, ответственная, сложная. Интересная она тем, что каждый пожар, он как ребус, который нужно разгадать с помощью обнаруженных улик, доказательств. В этом мне помогает мое умение работать в условиях многозадачности и мобильности. Потому что дознавателю в любое время суток необходимо оперативно прибывать на место пожара. Далеко не всегда можно установить виновного в пожаре, рассказывает Илья Болоцких. Именно с такого возгорания началась его работа в отделе надзора. Первый мой пожар на должности дознавателя произошел на герпермаркете линия на стоянке у пожилого мужчины на легком автомобиле «Волга-3110». У него загорелось подкапотное пространство. По получению сообщения я прибыл на парковку, пожарная охрана уже отработала, она ликвидировала горение. Я остался собирать информацию у собственника, осматривал место происшествия. Вернувшись в отдел и завершив проверку, я установил, что причиной пожара являлось нарушение узлового механизма транспортного средства. И виновное лицо в этом случае не усматривается. Скучать дознавателям не приходится. В минувшем 2023 году в Старооскольском округе зарегистрировано 268 пожаров. Из них 156 произошли в результате неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении. 54 возгорания из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В огне погибли трое старооскольцев. Ещё 10 пострадали. И конец года и начало нового ознаменовались трагедиями в двух многодетных семьях. У них сгорели дома. Всего же с начала января уже произошло 15 пожаров. Во время одного из них в микрорайоне приборостроителей с подъезда пришлось эвакуировать 37 жильцов. А начался пожар из-за упавшей свечи. Основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём, источником повышенной опасности. На втором месте идёт недостаток конструкции и изготовления бытового электрооборудования. Также 10% от общего количества пожаров ежегодно возникают по причине поджога. В домах и частных секретарях основной причиной пожара является нарушение устройств и эксплуатации печного оборудования. Расследованием причин пожара в Старом Осколе занимаются трое специалистов. Одна из них – Мария Панкратова. В МЧС пришла 4 месяца назад по стопам родителей. Дознание по пожарам является одним из самых сложных направлений в расследовании происшествий преступлений. Ведь огонь беспощадно уничтожает все следы, возможные улики, а также разрушает первоначальную обстановку момента пожара. Мы от всей души хотим поздравить коллег с профессиональным праздником. Желаем им успехов, здоровья, благополучия в семье, спокойных дней и ночей. Пусть жизнь каждого будет полна положительными эмоциями и впечатлениями. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.